Итак, первый вопрос, ассалам алейкум, шейх Курбан, если дать, продать нож человеку, который убьет другого человека, и ты знаешь это, следовательно, ты соучастник этого. Так почему Иран продает оружие врагам, то есть Армении? Получается, Иран тоже соучастник и связан с убийствами мусульман в Карабахе. Итак, здесь в вопросе утверждается о том, что Иран продает оружие Армении. Я поинтересовался, поискал и попытался найти какой-то надежный источник, в котором эта информация содержалась бы, но я не нашел абсолютно ни одного надежного источника. Все источники являются проазербайджанскими, то есть все источники так или иначе связаны с азербайджанским правительством. А теперь давайте обратимся к Священному Корану, что в Священном Коране Всевышний говорит по поводу таких случаев. Всевышний в шестом аяте, 49-й суры говорит, Всевышний говорит, о те, которые уверовали. Если к вам придет нечестивец с какой-то вестью, с какой-то новостью, с каким-то сообщением, то исследуйте. В этом аяте ясно и двусмысленно говорится о том, что нельзя доверять информации, вестям, новостям, которые мы получаем от нечестивцев. А теперь давайте обратимся к положению азербайджанских властей. Азербайджанские власти, средства массовой информации, которые служат и работают или как-то связаны с азербайджанскими властями, это самые что ни на есть нечестивцы, доверять которым Всевышний запретил. И это очень важное положение в жизни верующего. Верующий должен опираться на этот аят. В этом же аяте Всевышний говорит, Не нужно доверять нечестивцам, не нужно доверять тому, что приносят новости, которые до нас доносят нечестивцы, чтобы не совершить что-то по своему невежеству и потом жалеть об этом. К сожалению, азербайджанские власти, в особенности в последнее время, ведут очень активную пропаганду против веры и религии, в частности, против последователей Ахлбейд, алейхимус салату вассалам, ведут активнейшую пропаганду против Исламской республики Иран. Посмотреть хотя бы на то, что в течение последних трех месяцев примерно в Азербайджане арестовано около 500 религиозных активистов, религиозных деятелей, проповедников из числа последователей Ахлбейд, алейхимус салату вассалам, некоторых из которых я знаю, причем знаю их хорошо. И здесь примечательно то, что на телевидении, в средствах массовой информации, связанных с азербайджанскими властями, этих людей преподносят как шпионов и агентов Ирана. Говорят о том, что вот они разбили шпионскую сеть Ирана. Но если мы чуть-чуть покопаем поглубже, то обнаруживается удивительная вещь, что все эти люди, все те, кто были арестованы, они были арестованы. Может быть не все, но значительная часть, по крайней мере. Потому что каждого в отдельности, конечно же, я не исследовал, но значительная часть этих 500 человек, примерно 500 человек, которых арестовали в последнее время, они арестованы по обвинению, по хранению наркотиков. То есть им подкидывали наркотики. Опять-таки я говорю, что среди этих людей есть мои хорошие знакомые, люди, которых я очень хорошо знаю. Эти люди даже не знают, как выглядит на самом деле наркотик. Они даже не знают, что такое наркотик. Как он даже выглядит, они понятия не имеют. То есть смотрите, насколько нечестивая эта власть и насколько нечестивые средства массовой информации, которые продвигают политику этой власти. Власти подкидывают наркотики, а средства массовой информации преподносят это так, как будто бы они арестованы по обвинению в шпионаже. Но так как никаких материалов, никаких доказательств, доказывающих их виновность в шпионаже нет и быть не может, потому что любой человек, который знает политику Ирана, знает, как Иран ведет себя с верующими в других странах, как ведет себя в том числе, в первую очередь, с духовными лицами, лицами, которые обучились или обучались когда-то в Иране. Любой осведомленный и хорошо знающий об этом человек прекрасно знает, что никаких агентов нет и быть не может. А если и есть, то точно не из числа духовенства, потому что это политика Ирана, это политика, в первую очередь, Сейда Али-Хамани, что их ни в коем случае в такие дела нельзя ввязывать, нельзя с этим связываться. Если Ирану понадобится шпионить или создавать шпионскую сеть, то это, во-первых, точно не будет сделано в Азербайджане, а если будет сделано где-то, то точно не руками тех, кто когда-то обучался или обучается в Исламской Республике Ирана. Это очень мудрая и дальновидная политика Исламской Республики Ирана, с которой знакомы все, кто так или иначе как-то взаимодействует и знаком вообще со структурой и политикой Ирана. То есть власти подкидывают наркотики, средства массовой информации защищают власти, преподнося это так, как будто бы они арестованы за шпионаж. Потому что люди масса ни за что не поверят, что эти люди хранили наркотики или использовали наркотики. Люди в это не поверят, что вот 500 религиозных людей, 500 верующих людей вот взяли и таскали с собой наркотики по каким-то причинам. И вот их всех разом поймали. Люди, конечно же, в это просто-напросто не поверят. Но историю о шпионской сети легче верить. Это что? Это нечестье. Это самое, что именно есть нечестье. И обидно, кстати, то, что в Азербайджане, к сожалению, это воспринимается как само собой разумеющееся. Даже есть информация о том, что вот некоторых родственников этих ложно обвиненных людей просили протестовать, что-то написать, жалобы какие-то, изъявить какую-то жалобу, протест какой-то. Но некоторые из них говорят, да нет, пускай их посадят, они пару лет посидят и выйдут. Зачем нам головные боли, зачем нам себе проблемы создавать? То есть и сожаление это вызывает, что почему-то граждане Азербайджанской республики воспринимают вот это вот попрание и топтание своих собственных прав, самых, что ни на есть элементарных и простых прав, самых первых прав воспринимают как нечто само собой разумеющееся, к величайшему сожалению. Это, конечно же, психология, которую в людях воспитала как раз таки вот эта власть, которая находится у руля практически с самого начала развала Советского Союза. Это враги Ахлальбейд, враги-последователи Ахлальбейд, самый, что ни на есть, самый очевидный и самый явный пример нечестивцев. И доверять их средствам массовой информации, доверять тому, что они говорят, в особенность с учетом того, что вот какую массу пропаганды они в последнее время проводят, абсолютно неправильно. Это не подобает верующему, это запрещено Всевышним. Всевышний запрещает доверять тому, что говорят нечестивцы. И тем более, что с Ираном абсолютно вражда, не потому что они персы, как вот распространено в Азербайджанской республике, как пытаются преподнести власти Азербайджанской республики и их пропагандистские СМИ, якобы вот персы и антииранская, антиперсидская. Не-не-не, ничего подобного, абсолютно. С Ираном вражда идет из-за политики, из-за той политики, из-за той идеологии, которой придерживается Иран, из-за исламской идеологии. И называют в средствах массовой информации режимы МУЛ и так далее, и тому подобное. То есть, если сейчас, не дай бог, произойдет переворот в Иране, и в Иране к власти придут такие же нечестивцы, придут секулярные силы, либеральные силы, то тут же они станут друзьями. И очень обидно, очень обидно, что некоторые братья, верующие, называющие себя верующими и считающие себя верующими, ведутся на эту пропаганду, обманываются и являются жертвами пропаганды этих нечестивцев. Поэтому, дорогой брат, то, что средства массовой информации Азербайджана тебе внушают, что Иран продает оружие Армении, это абсолютно не заслуживает никакого доверия. А так, более-менее, какие-то надежные, даже хотя бы чуть-чуть надежные источники, я абсолютно ничего об этом не нашел. Никакой информации по этому поводу нет. И я очень сильно сомневаюсь, что Иран хоть как-то взаимодействует в этом направлении с Арменией, в направлении военном направлении, в направлении продажи оружия и так далее, и там подобное. Хотя, конечно же, я прекрасно понимаю и осознаю, что у Ирана с Арменией другие отношения, совершенно прекрасные, экономические, политические отношения, очень хорошие. И этому есть огромное множество причин. Поэтому не стоит доверять, будьте внимательны, пожалуйста. Убедительная просьба, очень больно, очень неприятно наблюдать картину, когда люди, называющие себя верующими, обманываются на пропаганду нечестивцев, явных, бессомненных нечестивцев. И тем самым служат в их руках оружием против учения Ахляль-Бейт, алейхимус салата ва салам. Опять-таки, по поводу Ирана, также пару слов скажу. В Иране есть недостатки, есть множество проблем, есть внутреннее противостояние разных сил, которые продвигают разную политику. Но в целом, в своей сути, иранская власть, это шариатское государство, это божественная власть. в том смысле, что божественные законы подтверждают легитимность этой власти. И это та власть, которая делает столько для учения Ахляль-Бейт, алейхимус салата ва салам, что ни одна другая сила столько не делает. И не способна, даже если захочет, не способна сделать. Поэтому будьте внимательны, не стоит доверять тому, что говорят нечестивцы.